Здравствуйте, друзья, на связи Денис Телегин. Год назад на одном из наших объектов мы делали стяжку пола с добавлениями гранул пенополистирола. Так получилось, что у заказчика не было всей суммы для того, чтобы полностью закончить ремонт. Поэтому ремонт был разбит на два этапа. Год назад мы делали черновые работы, а сейчас заканчиваем чистовыми. И в этом видео я хочу показать, что получилось с полистирол-бетонной стяжкой спустя год. Но вначале пару слов о том, какие плюсы есть у полистирол-бетонной стяжки. Во-первых, это малый вес. Во-вторых, это хорошее тепло- и шумоизоляция. Если бы, к примеру, мы делали отдельно шумоизоляцию пола, то нам пришлось бы делать так называемую плавающую стяжку. Стяжку, которая не имеет прямого контакта с основанием. А для такой стяжки обязательно толщина 6 сантиметров и обязательно наличие металлической дорожной сетки. В нашем случае мы делали контактную стяжку. У нас толщина была в некоторых местах 4 сантиметра, а в некоторых доходило до 10. Еще один очень большой плюс такой стяжки заключается в том, что она практически не трескается. А трещины на стяжке это очень распространенное явление. За время наших работ мы сделали около 6 или 7 подобных стяжек и ни на одной каких-либо существенных трещин у нас не было. Ну а к минусам данной стяжки можно отнести то, что она не такая прочная, как стяжка из обычного песка бетона, и то, что она достаточно шероховатая. Поэтому поверх нее обязательно необходимо будет делать наливной пол. Ну а сейчас мы посмотрим, как эта стяжка выглядит спустя год. так как у нас не было. Итак, друзья, следующим этапом мы будем делать наливной пол поверх этой стяжки, об этом я обязательно сниму отдельное видео. А на сегодня у меня все, смотрите другие мои ролики и подписывайтесь на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok